Приветствую вас. Как совершенно справедливо заметил мой коллега Кудричев Игорь Леонидович, знать о том, посылает ли вас ваш муж Елена или нет, может только ваш муж, мы мысли не читаем и контекст, к сожалению, не улавливаем, а именно от контекста зависит ответ на ваш вопрос. Это первое. Второе, на что сразу я хотел бы обратить ваше внимание. Это на то, что вы как будто бы не доверяете себе сами. То есть, как будто бы вы вместо того, чтобы прислушаться к себе и, ну, грубо говоря, определить вот непосредственно то, что вы сами чувствуете. То есть, вот как вы сами думаете, да? Посылает он вас, например, или нет? Как вам самой кажется, что это? Вот, вместо этого вы пытаетесь найти какое-то подтверждение. Поэтому, на мой взгляд, оно вредит вам по большому счёту. Себе? Вот. Вы вредите сами. Себе? Вот. Таким образом. И, соответственно, это то, на что вам нужно обратить внимание. Дальше. А вы пишете. Муж ушёл из семьи более двух месяцев назад. Из-за чего? Что произошло? Как вы это восприняли? Говорю, что не любит. Я хороший, но для другого. Ну, так бывает. Человек действительно мог разлюбить. Но тут важные причины, почему ушёл. Самая главная предыстория. Все это время, тема отношений не дотрагивалась. Проанализировала ошибки, пригласила поговорить. Дальше. При встрече рассказала, что много я осознала, чем была неправа. К сожалению. Ну, здесь, Елена, ваша такая, я бы сказал, ошибочка заключается в том, что вы об этом говорите. Это нужно демонстрировать, ну, как бы, по вступкам. Знаете, какая штука? То есть это лучше, лучше, когда, ну, когда поступки именно совершают. Короче, человек видит, что вы именно как-то вот поступками своими демонстрируете своё изменившие соотношения, да? Они не слова, да? Вот. Потому что слова здесь не так важны. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, здесь очень важно разграничить этот момент. Очень важно именно с ним поработать. Дальше. Значит, так, была неправа, к сожалению. Но это, на самом деле, очень распространённая, но ошибка. Сожалеть-то ни о чём не нужно, ведь вы поступали так, как хотели, на бред в том, чего вы хотели. А здесь вы, получается, сожалея принижаете себя, а принижая себя, принижаете себя в глазах другого человека. То есть, по факту, это может быть воспринято, как, ну, такая вот манипуляция с чувством вины уже у мужчин. Вернуться не понебросило, а он и так это чувствует. Откуда вы знаете, что он это чувствует? Не очень понятно. То есть, опять же, здесь создаётся ощущение, что у вас есть некая связь, у вас есть некие отношения, есть некий контекст, но вы нас в это не посвящаете. Получил ответ, это хорошо, когда люди меняются, но это нужно делать в первую очередь для себя. Это правильно. Сейчас не хочу ничего создавать ни с другим, ни с собой. Ну, человек находится на перепуте. Да, мне тоскливо, я не вписываюсь в вашу семью. А это уже серьёзно, о чем мужчины говорят конкретно. Не хочу давать тебе надежду и говорить, чтобы ты ждала меня возможности встретить человека, который будет подходить к тебе. Ну, это, в общем-то, чувствуется разочарование здесь. Я не могу понять, почему ты в меня вцепил, если я думаю, может нам развестись. Опять же, есть какие-то неоправданные ожидания мужчины, мне кажется. Вот. Вот такой ответ я могу вам, в принципе, дать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.